Марк, привет! Привет! Ты только проснулся? Привет, да, я спал. Серьезно? Да, я спал. Добрый утро. Добрый утро. Что, овсянку приготовим? Овсянку приготовил? Мы суп собирались готовить. Быстро поднимайся в душ и к нам. А откуда женский голос звучит? Я не могу понять. Я вижу одного мужчину, плитку сзади него. Мужчина — это мой голос. Сейчас я покажусь. Марк, привет! А, вот как она. Давай готовим. У меня тоже там, кстати. Ладно, он попозже будет. Ты вспомнила? Ну что? Давайте, руководите. Юра Бардаш, как вы? Вы Леша? Или как вас? Да, давай познакомимся. Меня зовут Алексей. Я в рамках всяких ресторанов «Фарш». И мы сегодня с тобой будем немножко готовить. Просыпайся, вставай. Скажи, пожалуйста, ты купил продукты, которые мне нужно были? Да, мне пришли эти рецепты ваши, я закупился. В общем, хотя, если честно, я ничего не покупал, потому что данные продукты всегда в моем холодильнике. Да ладно! Звездочка Бадьяна, все у меня есть. Тогда я уверен, что... Кроме, конечно, мидий. Кроме мидий, но, слава богу, я их наловил. Сейчас. Видно. Через сетку. Вам видно что-то? Я наловил мидий, сейчас я их согреваю. Потому что наловил их мороженого, я их согреваю, вот, в кровати. Нам мидии понадобятся? Обязательно! Вот. Отлично! Так, ну что... Ты встаешь? Да, если нужна кухня, то я, в принципе, уже на ней. Здесь все есть. А можно сырые мидии есть? Можно. Если они свежеспойманы, их можно кушать, так как и устрицы. Ладно, все. Я беру свою сеточку, сейчас пойдем на кухню. Давай! А я тем временем расскажу, что нужно будет поэтапно сделать. Кому? Те мидии, которые ты отогревал, нужно будет помыть. Почистить, чтобы у них не было... Вот здесь вот никаких ворсиночек. Нужно быть под холодной водой, хорошенечко их промыть. От панциря оставить панцирь? Панцирь и оставляем. Просто хорошо промыть. Да, просто хорошо промыть. Затем креветки почистить, если у тебя они не чищены. Они у меня всегда чищены, Леша. Смотри, самое главное, чтобы тебе какашки не попались. Вот так вот хвостик нужно будет почистить. Мы входим в туалет с креветками, все нормально. Никаких какашек не будет. Да, отлично. Окей. Когда ты подготовишь все, а рыбу, рыбу, нужно будет нарезать кубиком крупный, приблизительно полтора на полтора сантиметра. Марк, подтверди, как слышно. Слышно, масло. Раз, два, три, четыре. Слышно хорошо, прием, майор. Отлично, отлично, Марк. Когда ты почистишь и подготовишь все морепродукты, нужно будет заняться нашими овощами. Стебель сельдерея, лук, морковь. Все это нужно будет нарезать соломкой. Пойдем, я буду показывать, как нарезать. Блин, а меня не предупреждали, что надо будет морковку и сельдерей? Да ладно. Списки не получат? А у тебя есть в твоем холодильнике? Нет, этим я не пытаюсь. У меня меди есть, креветки всегда. А морковки нет. Звездочка, конечно же. Вьетнамская звездочка, вот. Отлично, отлично. Но морковь хоть есть, может, где-то найдешь? Хорошо, я сейчас попытаюсь, я пойду к соседке. К соседке пойдешь? Ну хорошо, мы пока покажем, как нужно нарезать. Нарезаем соломкой, тоненько. Блин, ну спасибо, издевайтесь надо мной. У меня же нет морковки. Хорошо, а меди просто промыть, да? Да, промой под проточной водой. Меди хорошо промыть холодной водой, чтобы на них не было никаких ворсиночек. Это очень важно, особенно если вы используете не замороженные, не приподготовленные. Ну я покупал меди не ковровые, то есть там в принципе ворсинок не должно быть. Я знаю, что ты родом с юга Украины. Да, верно. А ты, Леша, откуда? Я однажды... Я не откуда. Ты стопроцентно не знаешь этот город. Ну хорошо, ты там начнешь что-то говорить. Ты однажды придумал юг. Что, что? Ты придумал юг, ты откуда? Я из севера страны. Вот, смотрите. Морские свращенцы. Отлично, да. Как я вот подушеком промываю голых медий. Есть тут морские свращенцы? Ой, а что делать с закрытой? Она тут закрытая. Это хорошо. Это хорошо, ничего не делай. А, в смысле у нее в жизни все удалось, да? Да, просто мой. Марк, тебе тут советуют в комментариях, чтобы ты сходил в ларек в соседней комнате. Может, там есть морковка. Ой, ребята, да. Я ларек расформировал, если честно. Дальше попроси Федю, чтобы привез морковки. Да. Блин, отправьте мне морковки, пожалуйста, ребята. Кто читает нас, смотрит, отправьте мне морковки. Так, а сколько штучек медий надо? Три штучки помыть? У тебя сколько? Ой, у меня целая отвага медий. Где-то, ну, килограмма... Ты будешь один кушать или кого-то будешь угощать? Я буду кого-то угощать. Ну, тогда возьми шесть. Шесть медий, да? Можешь им восемь взять. Много медий не бывает. А мало может быть. Так, Леш, а ты в своей кухне находишься, да? Конечно. Мы находимся в закрытом ресторане одного из СИКи. Классно, у тебя есть все продукты всегда, да? Ты каждый день куда-то будешь? Нет, исключительно ради тебя, по вторникам. А еще по-кушу. Слушай, Марк, ну тут все реально топят за морковку, говорят, что в соседней комнате есть морковка. Откуда вы знаете? Неправда. Там мы такие шапки продаем. У нас джин-тоник, сухарики, пиво, баллон двухлитровый. Это наши потребления. Слушай, а кто такой Федя? А ты не знаешь? Нет. Ты не знаешь Федора? Ты мне так сказал, как будто бы я там третья в вашей квартире живу. Ну, а как бы давайте раскроем секрет весь. О, ну-ну. Так, я промыл мидии. Отлично. Все-таки давай вернемся к овощам. А лук есть? Да, я лук взял. Так, каким вот, вот смотрите. Это... Что это за перец? Это чили перец? Да. Я его покрасил. А причёсывать будешь? Ох, Юля. Так. Смотрите. А, у меня есть замороженные овощи. Если я оттуда наскребу целую морковку по кусочкам, можно так? Ну, давай, попробуем. Что-то, Лёш, у тебя какая-то форма странная, вот эта белая, поваренная. Это поварская форма? Почему она странная? Ну, не знаю. Ну, ладно. Ходи так, если хочешь. Для штанов, если что. Так. Так, я вижу, вот, спрашивают, кто такой Федя. Да. Федя – это один из авторов «Прозрачного гонщика», если вы там смотрели фильм «Форсаж» третий. Там об этом говорится. С Вином Дизелем там говорят, что он... Так, морковку, да? Да. Да, Марк. Вот нужно. Морковка, лук – всё должно быть в соломке. Посмотри, Марк. Блин, как ты меня обережаешь. Я не дам тебе выиграть. Ты слышишь меня? Я не дам. Я сейчас тебя догоню. Давай. Давай, я тебя подожду. Увредит у меня странная форма, да? Марк, а в чём ты одет? Это мантия? Это штора. Это Гарри Поттер? Я просто заказал себе это, стрижку онлайн, парикмахерша ко мне приходит, стрижёт меня. И как бы вы позвонили мне, как раз, когда меня скобли, моими любимыми ножницами. Ну, у меня разные. И интим-стрижки, и головные стрижки. Вот. И мы стриглись, вы позвонили, прервали нас. Ну, ничего. Надо ли мыть лук? Конечно. И почистить. Ай, ё-моё. Слушай, Марк, у нас реально на готовку есть ограниченное время. Это час. Вот. Осталось полчаса, поэтому нужно поторопиться. Блин. Так, Лёша, что ты сделаешь? Танцуй пока. Ну, да. Поджарить. Я пока ожидаю тебя, пока ты подготовишь овощи. Расскажи про это блюдо. Что мы готовим? Я не знаю даже, что мы готовим. Это суп из морепродуктов. Это суп томатный из морепродуктов. Это французский суп. Давай так. Конец суп. Французы его просто приготовили, мне кажется, а мы внесли некоторые изменения. Марк, ты там убиваешь кого-то? Нет, я держу. Марк, мне кажется, нужно будет солонкой подрезать. Ага. Ну, практически. Постарайся потоньше порезать лук. Максимально, насколько ты можешь. А чтобы не было слез на твоих прекрасных глазках, нужно под воду нож, под холодную воду нож обмакивать и потом резать. И тогда я не буду плакать, что ли? Не будешь. Либо хранить лук в половинке. Так, тоненько нарезать, да? Да, тоненько. Только не надо всю луковицу, у тебя половинку хватит, Лёша. Ай, блин, я смешал всё. Сейчас, надо на глаз определить, что половинка. Так. Ну что, получается? Да, вот режу сейчас. Правда, я ничего не вижу. Да, ты сразу половину сразу отложи луковицы, а вторую нарезай. Ага, да, всё. Морковь ты достал, нет, с пагетта? Нет, ещё. Сейчас я лук нарезаю. Слышь, может, ты там свою парикмахершу привлечёшь? Пусть она нарезает. Ой, она сейчас отпаривает ножки. У неё, ну, там, сеточка на пятке такая твёрдая, поэтому мы её хотим немножко ослабить, поэтому... Вот, нормально, хорошо? Да, да, отлично. Всё, соломка, отлично. Всё, соломка. Да, чеснок есть у тебя? Да, чесночок есть. Я боюсь вампиров, поэтому я всегда ношу с собой чеснок. Давай вот так вот, смотри, мы тебе показываем, какими кубиками должно быть. Какими кубиками? Вот, смотри. У меня так будет. Я могу, в принципе, так положить. Нет, не надо так. Правильно, Соби. Заставляйте меня. Так, я порезал лук. Его куда? Это в мусор куда-то? Или куда его отложить, показать? Ну, отложи куда-нибудь, потом завтра супчик сваришь. У меня просто одна дощечка. Получилось? Нет. Слушай, Лёша, он за тебя танцует в эфире. Он большой молодец. А что, Лёша, сейчас? Я за него готовлю. Я думаю, что он что-то жует уже, а? Смотри, мы ещё кубиками нарезаем белую рыбу. Белую рыбу. Ты купил филе? Да, купил. Вот, смотри. Я её просто поймал. Белая как смерть. Блин, а как по бокам нарезать, ё-моё? Боже, я так спешу сейчас, мне ужас какой-то творится. У меня такое чувство, что мы опаздываем очень сильно. Подправьте кто-нибудь запрос в Инстаграм, чтобы они как-то продолжили трансляцию. Ну что, свяжитесь. Мы продолжим, не переживай. Если мы не успеем, мы выйдем второй раз. Но продолжим мы только, если мы отключимся и заново начнём эфир. Ну что, Марк, покажи, что у тебя там получилось. Котик. Вот перчик, вот банан. Вот есть крем-мыло, маракуйя и камелия. С маслом камелии. Рекомендую. Вот я чеснок нарезаю. Всё, отлично. Давай ищи свою звёздочку подьяна. Уже есть? Тащить? Да, и ставь сковородку на плиту. Ура, наконец-то. Большую звёздочку нахрен? Одну, да. Я её еле нашёл, честно. Я первый раз столкнулся подьяновыми звёздочками. Так, смотри, сковородка есть? Да, сковородка, да. Давай, включай плиту. Отлично. Это у меня идея. Давай, давай. Ну что? Всё, жарится вода. Я люблю жареную воду. Что ты далёшь, рассказывай. Лёшь, куда надо? Давай в растительное масло добавлять кимьян, звёздочку. А за этим все овощи, которые ты нарезал, нам нужно будет их слегка обжарить на среднем огне. Ага. Добавлять масло в сковородку, верно? Да, масло, звёздочку подьяна и все овощи, которые у тебя есть. Сколько лей хватит? Ну, у тебя морковь... Чуть-чуть. Давай, лей. Всё, хватит. Хватит. Кидаю звезду. Да. Есть. Что ещё? Лук. Макарон надо? Нет. Хорошо. Лук и чеснок. А лук надо бросать? Лук и чеснок. Помогите, помогите. А у меня есть такой вахт, нет? Да, откуда. Следи, пожалуйста, за сковородкой. За Лёшиной или... За своей. За Лёшиной я слежу. Слава Богу. Блин. Что ты ищешь, Марк? Блин, следите за моей сковородкой, пожалуйста. Следите за сковородкой. Давай. Мне кажется, я мало чеснока нарезал. Мне много не надо чеснока. Это от вампиров. Да, нормально. Ну, как дела? Всё. Блин. Хорошо. А у тебя как? Что делаешь? Ты сейчас со мной общаешься? Да. Я сейчас с тобой веду прямой эфир. И мы готовы. О, я под холодильником нашел капец. Или не надо? Не надо, не надо, не надо. Всё, всё, всё. Это морковная. Это типа она там разлагается в морковку. Ну ладно, как хочешь. У тебя-то получается что-то париться, жариться? Если честно, то да. Только без морковки. Блин. Как ты забыл про морковку? Потому что у неё не было в списке. Её не было в списке. Ладно, что мы дальше делаем, Даша? Сейчас я насобираю мороженое в морковке. Я раскрыл пачку. Да. Она, правда, кубиками будет. Ничего страшного. Кидай туда. Давай. Блин, смотрите, как круто. Если у вас нет целой морковки, то насобирайте мороженое. У вас в морозилке должны быть мороженые овощи кубиками. Уже кто-то нарезал за меня. Спасибо ему большое. Руки занимели просто. Туда, да? Да, давай ещё больше. Ребята, кто хочет мои морковки, подставляйте свои сковородочки. Только онлайн. Без регистрации. Я вам подцеплю морковки. Давайте, пока раздаю. Давай, давай. Ещё. Лёш, какая твоя любимая песня? У меня нет любимой песни. Гость, ты из будущего? Я вопольная. Люби меня по-французски. Люби меня очень нежно. Отдай мне свою морковку. Готовьте меня, как преды. Всё, нормально? Тут тебе комментарии. Почти как оригинал. Переставай быть серьёзным. Мне сложно выглядит она в форме. Мар, ты затмил, понимаешь, нашего шефа. Обычно он такой разборчивый в эфире. Сейчас ты там молчит. Не, я уверен, что Лёша король кухни. Просто пусть он нам покажет свой холодильничек. Покажи свои приёмы. Лёша, ты покажешь свой холодильник? Он пуст, Марк. Я как и настоящий сапожник. Так, у меня есть юшка из-под шорма и до сих пор. Ты сидишь за сковородкой, у тебя там ничего не загорит. Добавь ещё чуть-чуть масла. У тебя должна морковка стать мягенькой, а лук прозрачный. После того, как всё это станет прозрачным и поджарится, можно отставить сковородку? Нет, мы добавляем креветку. Да, смотри, у тебя лук прозрачный, посмотри. Мы добавим рыбу. Лук, ты прозрачный? Пока ещё нет. Нет, ну тогда жди. Тогда займись рыбой. Нарежь, пожалуйста, рыбу вот такими кусочками, квадратиками. Сейчас, белую рыбу, да? Да, белую рыбу, красную надо, сёмгу. Да, и сёмгу тоже. Сейчас, какими штучками белую рыбу нарезать? Квадратик, вот смотри, разрезай пополам. Да, режу пополам. Да, разрезай. И теперь квадратик. Это у тебя рыба? Да, белая. А что это за рыба? Рыба. Палтус или швык. Отлично, всё. Теперь режь пополам и кубиками. Да. Так, и кубиками. Это не палтус. Ну или как там он, швыкз или бэбэбэбл? Бэбэбэбл, по-моему. Это рыба, да? Есть такая? Ну, окей, давай, разрезай. Всё, звернокубики крупные. Это похоже на банан. Юля, о чем ты думаешь? Какой банан? Тебе лишь бы банан. Я Настя, ну ладно. Можешь назвать меня Юлей. Ты Юля в этом подкасте кулинарном. А, да? Да. Вот это Игорь еще. Так, что дальше на кубике? Дальше красная рыба. Семгу ты купил? Да, купил. Точно так же режь, только шкуру сними. Вот. На кубике, да? Ты знаешь, как снять шкуру? Знаешь? Что сделать? Ну, там шкурка есть? Шкурка нету. Покажи мне с двух сторон. А теперь с другой стороны. Кусок рыбы покажи мне, пожалуйста. Рыба, покажи. А с обратных... Все. Вот, видишь, у тебя тут... А, нету. Все, отлично. Теперь тоже режь так же кубиками, как белую рыбу. Марк, что там с овощами? Не сгорели? Ой-ой-ой. Вот, отлично. Лук еще не прозрачный, нет? Нет, он уже коричневый. Коричневый? Ну, некоторые частицы прозрачные есть. Ну, что, давай. Кидать рыбу? Конечно, конечно. Нужно обжарить рыбу и креветки. Для того, чтобы креветки отдали... Давай вернемся к первому этапу. К рыбе и креветки. К первому. Давайте вернемся к первому этапу. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Марк. Как тебя зовут? Повар. Отлично. Что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня будем готовить суп. Мы уже его готовим. Суп называется Буэбэс. Он с морепродуктами и рыбой. Для того, чтобы его приготовить, вам нужна будет морковка, лук и степель сельдерея. Пиле белой рыбы, любой. Красная рыба, в идеале. Семечка батьяна. Дело, мои, дело. Что случилось, Марк? Марк, где ты? Что? У тебя все в порядке? Да, все хорошо. Ничего не падало. Все, отлично. Смотри, если у тебя овощи стали вот такими, посмотри, как у нас. Такая белая должна быть морковка, прозрачный лук, бадьян там звездочка. Туда выкидываем рыбу и креветки. Ну, это не честно, конечно. Отлично. Рыбу кидал? Да, красненькую бросил. И белую. Все, теперь помешиваю. Так, белую рыбу кидаю. Помешивай, пожалуйста, аккуратно, для того, чтобы у тебя рыба не развалилась на волокнах, и не было этого пюре рыбного. Все, все кинул. Аккуратно, помешивай. Блин, что она такая большая? Марс. Да. Ты забросил рыбу, обжарил овощи. После этого нужно будет подготовить вино белое. Леша, пожалуйста, взгляни, нормально все? Мне не видно. Давай, смотри, сейчас Леша покажу. Пожалуйста, взгляд специалиста. Да, только еще камеру, Марк, мы не видим твою сковородку. Все отлично, Марк. Но только надо было порезать рыбу. Ну, блин, порезать его? Да, конечно. Порезать, порезать, будет так невкусно. Блин. У меня рот большой. Доставай быстро и режь кубиками. Доставай. Ах, черт. Все, режу кубиками. Давай, режь. Леша, рассказывай дальше, что он делал. Да, Леша, расскажи что-то. Что-то не в тему, что-то, как ты работал, Настя. Да, до того, как стал поваром. Там было такое. Я не работал никогда на СТО. То есть ты сразу на СТО? Леша, расскажи, да? Нет, нет, я долго искал. Я не хотел работать. Значит, ты работал на СТО? Нет. Леша, ну расскажи что-то. Из своего прошлого. Да, у меня, как и у всех остальных людей, из прошлого, на самом деле. Я себя помню только всю жизнь на кухне. Другого ничего не было. После того, как тебя жаришь рыбу, обязательно добавить белого вина. Винограмм 70 было. Марк, нужно добавить вина, грамм 70. В твоем случае можно 140. Можно даже добавить. Ребята, у меня белого вина дома нет. Простите, пожалуйста. А что у тебя есть? Что у тебя есть? Джинтоник. Помнишь свою молодость? Ну, джинтоник это в тебя. Конечно. Марк, тут все люди просят, чтобы ты рассказал. Ты работал на СТО или нет? Я не работал на СТО, но, может быть, хотел бы. Ты добавил джинтоник? Да. А, у меня нет белого вина. Что поделать? Что поделать? Леш, предупреди всех, кто нас смотрит, что джинтоник небезопасно добавлять. Нет, это безопасно, потому что если вы готовы к тому... Но репродукты имеют очень сильно нежный вкус. Джинтоник, как вы все прекрасно знаете, джин был сделан на базе ягод можжевельника. У можжевельника очень сильный виновый вкус. Поэтому, если вы готовы, что нежнейший вкус ваших морепродуктов будет перебивать можжевельник, то почему бы и нет. Нельзя никогда останавливаться на пределах фантазии. Ее просто не существует. Правда, Марк? Да. Леш, скажи, а какое твое любимое блюдо? У меня его нет. Я просто люблю это делать. А, то есть визитной карточке вот такое? Визитная карточка там. Визитная карточка? Сухарики с солью и чесноком. Честно? Ну да, серьезно. Ты думаешь, это легко сделать? Нет. Они воздушные, да, такие? Хрустящие? Ну да, классные. Хрустящие. А какой хлеб используешь, Леш? Обожаю вообще бездрожжевой. Мы сейчас как раз над ними работаем. Разрабатываем. Марк, а ты ел наши бургеры? Что значит наши бургеры? Ну, фарша. Вы мне их не скидывали? Нет, не ел. Не обманывай, ты ел. А на автопате был у нас? Нет. В Харькове был. В Харькове был. Был? Да. А на автопате не был? Ну, может и был. А там были они? Я не помню просто. Ну, там было просто очень много пива. Да, вот это помню. Вот это я помню. А в Харьков собираешься? Ну, хотел бы вообще, если честно. Я тебя приглашаю. Приезжай, приезжай. Я тебя накормлю самыми вкусными бургерами. Это Яна. И Яна. Леша накормит, а я плачу. Договор? А я привезу морковки. Отлично. Я обожаю морковку. Ну, я знал. Итак, после того, как ты добавил... Скажи, пожалуйста, ты купил морковное пюре? Морковное? Ой, морковное. Может быть, томатное? Прошу прощения. Томатное пюре. Да, есть. Да, открывай. А, кто-то помешался на морковке. Вот она. Да, купил. Открывай. Смотри, что у нас тут происходит. И... О, Боже, это очень опасно. Ой. Давай, Боже, огонь. Видишь, что у нас происходит? Да, я не могу понять, где это. Это уже не сковородка? Это не сковородка уже? Это не сковородка. У меня это сотейник. Блин, а что вы не сказали? Подожди, подожди. Не, все нормально. Я видел, у тебя рядом кастрюля стоит. Кастрюля есть? Да. У меня еще вот яблоко тут есть. Бокал. Отлично. Это добавишь к морковке. Давай сковородку. Счетчик. У тебя рядом здесь все осталось. Сознайте вам показатели счетчика. 0,2, 2, 7, 48. Вот так я и живу. Марк, давай пьем, где мы будем... Варить суп. Вот, отлично, есть. И в эту емкость мы выкладываем обжаренные овощи, рыбу и все морепродукты. Со сковородки, да? Вот сюда. Да, да. Правильно, туда, давай. Молодец, смелей. Теперь открывай свои прекрасные томаты. Они пюрированные или цельные? Скажи, пожалуйста. Ну, тебе нужно открыть, чтобы увидеть. Блин, у меня что-то беленькое. Ты открыл? Да. Хватит? Ну, надо открыть. Нет. Больше надо. Блин. Ой, все время надо больше. А, стоп. Тут есть вот эта штучка. Надо потянуть. Молодец, да, да. Для людей. Я с такой стороны нашел. Ну, ничего страшного, бывает. Мы часто начинаем не с той стороны. Я ее поломал. Это еще не для него. Как открыть? О! Ножом можно попробовать. Да, он и пробует. Ну что, получилось, Марк? Сейчас я пытаюсь. Ты просто оторвал эту штучку, я теперь не могу открыть. Ножом попробуй. Только осторожно, смотри, Марк. Ты еще всей стране нужен. Да. Я чувствую себя как в армии. А ты был в армии? Нет. Почему? Потому что они сказали, ты не проходишь кастинг. Типа, там, я не ту песню выбрал, которую надо было петь. Так, какую ты выбрал? Скорее всего, люби меня по-французски. Да? Не, я выбрал. Ой. Юлия Савичева из фабрики звезд 2003 года. Она им не зашла. Вот, смотрите, потекло, потекло. Да, давай все, вот туда. Идет, идет, идет. Ну, наливать? Наливай, все, туда, выливай все. Да. Всю банку? Прям все. А не все. О, оставьте мне что-то. Оставьте мне что-то, вы честно. Давай, ну, можешь себе оставить на утро чуть-чуть. Выливаешь всю банку? Даливаешь всю банку? Матчика воды. Ты что, он вешал? Да. Да, посмотри. Марк. Что? Ты сейчас на экране видишь, что у меня происходит в кастрюльке. А ты сейчас увидишь, что у меня происходит в кастрюльке. Давай. Все, я победил? Да. Победа любой ценой. Все. После того, как... И ты введешь в команду «Прозрачный гонщик», а я буду делать еду в ресторане «Фарш». Понятно? Я займу твой место. Марк, я тебя беру на работу. Все. Ты, кстати, похож на кого, Леша. Ты Юра Бардаш плюс Егор Крутоголовов из «Дизель-шоу». Это кто? Я никого из «Дизель-шоу» не знаю, извини. Ну вот это слияние, два в одно. Покажите Лешу. Покажите Лешу. Пять секунды. О, Юра Бардаш, сделай мне трек. Егор Крутоголовов, почути. Покажи мне эту. Марк, давайте мне эту штуку. Марк, у нас тут осталось немного времени, поэтому мы, скорее всего, будем отключаться, а потом заново подключаться. О, Боже. Ну, у нас 10 минут есть еще, даже 15, я думаю. Все, размешайте теперь. Подожди, ты добавил томаты, добавь немного воды, добавь соли, щепотку сахара и порежь мелко-мелко чили без семечек. И добавь туда. У тебя должна быть густой суп, покрытый жидкостью. Чуть-чуть воды, чуть-чуть соли. Воды, есть? Нормально воды? Да, нормально. Теперь посоли. Сейчас. Только, пожалуйста, не полстакана, чуть-чуть. Как суп? Нет, это много. О! Посолил? Да, щепотку, вот. Все. И чуть-чуть сахара. Так, сахар у меня только такой. Один кубик можешь. Да, но у кубика будет вполне достаточно. Марк, скажи мне, пожалуйста, а почему такое название «Сахара не надо»? Кто придумал? Ну, это не я придумал, это придумали девочки из команды «Сахара не надо». Но это, я так подозреваю, было сделано в честь Георгия Меладзе, Валерия Меладзе. Да. Вы помните? Леша, ты помнишь Валерия Меладзе? Да, мы его помним. Ты на него не похож? Ты похож на Юру Бардышев. Марк, а ты знаешь, что я так вдохновилась с тобой, что открыла ресторан с названием «Сахара не надо». Да, кстати, я помню, ты говорила, это прям очень приятно было. Я думаю, тебе тоже. Мне тоже очень приятно. Теперь следующий ресторан будет прозрачный поле. А скажи, а ресторан вылетел с одной восьмой? Или его потом... Нет, он в топчиках. Все? О, слава богу. И надеюсь, что вылетит. Надеюсь. Ну, меня там пока нет, поэтому не вылетит. Ну что, что у тебя там происходит? Там сахар сейчас. Кубик сахара, комок соли, води. Мак, одну минуту. А ты включил плиту? Ой-ой-ой. А, да, есть. А, включил. Все, отлично. Что, Леш, мы дальше делаем? Мидии кидаем, да? Где твои мидии? Нет, для начала пускай у него немножко смаза. О, ты их налови. Мидии в самом конце. Им буквально нужно будет одной минуты обильного кипения для того, чтобы быть готовыми. У тебя должно все закипеть, а потом кинем мидии. Мы будем заводить до вкуса уже и готовить презентацию, потому что не забыть, пожалуйста, подготовить тарелку. Презентацию? У меня нет PowerPoint. Это PowerPoint надо как-то или что? Это тарелка. Презентация – это тарелка. А, а что ты будешь насыпать, да. А я бы подавал в PowerPoint. Я ем всегда с PowerPoint, овсянку. Да? Отлично. Так, ладно, пока у меня варится бульон. Спой нам песню. Нет, я покажу Лёше, мое любимое блюдо. Посмотрите. Догадайтесь, что это такое? Это жвачки. Да, верно. Мы насыпаем тарелку жвачек. А что ты будешь удалить? Это завтрак геркулеса. Молочко. Завтрак геркулеса. Жвачный геркулес. Я современный геркулес, ребята. А он кушает жвачки. Овсянка никто сейчас, это греческая, прошлая еда, финская. Все, размешиваем. Это не завтрак геркулеса. Там не хватает холст черного. Леша, давай, теперь ты. Смотри, я за тобой повторяю, ты за мной. Нет. Бери жвачки, пожалуйста, и заливай молоком. Там не хватает холст черного. Я с утра буквально таким по завтракам. Холст? Это очень вкусно. Бодрит. Бодрит, да. Еще одно новое слово в твоем лексиконе, Марк. Холст. Холст, да. И челюсть развивается. И челюсть развивается. О! Ты это будешь есть? Ну да. Отлично. Спасибо. Очень аппетитно выглядит. Я знаю. А я буду кушать морковку, которую ты мне пришлешь. Да, пришлю. Смотри мне. Ты, кстати, не отвечаешь в дирекциях. Да? Почему? А, хорошо, сейчас встречу. Ну, после эфира. Я же не знаю, почему. Буду тебе писать, а ты мне отвечай. Хорошо. Пиши. Окей. Будем переписываться, обмениваться стихами и рецептами завтраков. Ну, что у тебя там с твоим супом? У нас вот внутри... Блин, тут пишут назвать ресторан «Замок Любарда». Не надо. Зачем? Да, какое-то немодное название. Вот именно. Сейчас модные короткие названия и странные. А потом украдет все рецепты из других ресторанов. Не надо. О, ты уже приготовил, блин! Да, смотри, как красиво. А у тебя там что, кипит? Кипит. А пробовать надо, Леш? Конечно, надо. Леш, давай ты повторишь нам сначала, как мы готовили наш суп. Леш, просто... Дай попробовать суп. Поднеси ложечку. Поднеси ложечку. Сейчас. Лови, Марк, лови! О, блин, красота! Ну, у тебя должно тоже получиться все по максимуму. Итак, для того, чтобы приготовить такой буябес, мы использовали филе белой рыбы. Вы можете покупать любую, которая есть. Филе лосося, креветки, будь то хвосты, либо любые другие. Мидии в панцире. Лук, морковь, стебель, сельдерея, чили, чеснок. Все это мы заправили с солью, петцом чили, немножко сахара. А ты добавил, Марк, чили? А также томатное пюре. Чили добавлял? Нет, вот оно. Черт. Давай, только чуть-чуть его добавь. И смотри, чтобы там не было таких маленьких, маленького зерна, да? Костяк, без костяк. Чтобы семечек не было, чуть-чуть. А что семечки? Это, ну, типа... Ну, не очень, буду горчить невкусно. Это положи в завтрак. Это падик, семечки, это падик. Я руками, пальцами. Что вы мне... Много не надо. Не надо мне тут. Хорошо, Леша. Тебе Леша больше понравился, да? Да, покажите Лешу, покажите. И осмотрим его сейчас. Покажите его затылок. Что он там еще? Покажите его ухо. Взять экскурсию по кухне. Что у вас там еще есть? Леша сейчас расскажет. Давайте проверим, работают ли пожарные сигнализации. Можете включить. Все равно никого нет. Конечно, работают. Это надо проверять. О, там еще одна какая-то девочка. Да. Да, еще одна девочка. Наши креативные. Свет семей. Ну, один рукав заправлен, другой нет. Что? Да, что это такое? Креатив. Блин, отправьте мне по новой почте суп готовый. Пожалуйста, я вас умоляю. Приезжай в Харьков, мы еще один сделаем с тобой эфир. Леша, а я тебе отправлю сценарий прозрачного вагончика, посмеешься. Отлично. Вон, Федя с Димой напишут. Я вижу, ты очень много перца бросаешь. Достаточно. Не делай его очень острым. Все. Покажи, а ты можешь показать, что у тебя в кастрюле происходит? Ты этого точно хочешь? Да, я уверен. Мы ради этого здесь и собрались сегодня. Ты пробовал уже? Ну, не знаю, как бы, я хочу, чтобы кто-то другой попробовал. Ну, я человек, я просто человек щедрый. Я понял. Марк, смотри, у нас осталось 5 минут. Так, 5 минут, все. Я в микроволновку могу положить, чтобы быстрее было? Да нет, буквально, а ты забросил уже миди? Нет, блин. Забрасывай миди, как раз они 2 минуты у тебя прокипят. В ракушке, да? Да, в ракушке. Как только миди открыты, это значит, что они готовы. А значит, уже и суп тоже. Но тебе его нужно попробовать, чтобы довести до вкуса. Посмотрите, какая красота. Слушай, ладно. так, что мне надо попробовать? Юшку саму? Да. И подготовь, пожалуйста, тарелку. Для чего? Вот ты же будешь насыпать в эту тарелку свой суп. Ага, как ты узнал? Все, кто попробует, пишите, открывайте рты. Куда заливать? Открывайте, открывайте свои USB-порты. А я хорош, я хорош. Слушай, тебе нужно теперь презентовать. Марк, скажи, ты сможешь еще раз подключиться, чтобы презентовать свое блюдо? А, хорошо, сделать презентацию. Да, мы сейчас отключимся, но мы ни с кем не прощаемся. Подключимся заново, и ты кинь нам запрос, окей? А через сколько времени? Тогда давай через 5 минут ты как раз делаешь презентацию, как ты видишь. Да, хорошо. Если я что-нибудь съем... договорились. Все, мы отключаем тебя. Все, никуда не уходим. Ребята, никуда не уходите, мы сейчас сделаем презентацию. Зачем? 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 Из-за Casey?